В год столетия Карачаева-Черкесии мы рассказываем о людях, ставших частью истории и культуры нашей республики. Возрождение и популяризация карачаевской народной музыки – это то, чему посвящает свою жизнь музыкант, заслуженный артист республики Руслан Качиев. О творчестве артиста – материал Шерифат Левшоковой. Руслан Качиев Едва раздаются аккорды мелодии у Руспиллеры, сердце слушающего начинает биться в унисон музыки. Но как происходит это волшебство, когда гармонь в руках Руслана Качиева открывает мир души карачаевского народа? Издревле фольклорная музыка несла в себе магическую функцию. Не потеряла она этого предназначения и сегодня, когда грустишь и радуешься вместе с гармонистом. Руслан Качиев говорит, играть надо с душой, скромно умалчивая о том, что только обладая даром, можно исполнить народную музыку, торту так, что она сразу проникает в сердце. Благодарный зритель чувствует это и ценит. Музыкант признается, когда исполняет мелодию, мысленно возвращается к прошлому своего народа. Музыка всю жизнь сопровождала горца, поднимала боевой дух, дарила радость успокоения, будила любовь к жизни. И сегодня музыкант своим творчеством обращается к истокам карачаевской культуры, основам нравственного отношения к миру. Народная музыка выражает сущность народа. Будучи его представителем, человек понимает, для чего живет народ, и он сам. Когда слушает родную музыку, чувствует, что она создана именно для него. Проходят годы, иногда столетия, но мелодия предков становится и твоей собственной. Именно фольклор обогащает внутренний мир, прививает любовь, благородство, гармонию и красоту. Народная музыка, как одно из средств сохранения национальных традиций, учит бережно относиться к культурному наследию. Я хочу, чтобы эта мелодия и завтра пригодилась не только мне, а моему народу, молодежи. Был на мероприятии у нас в Кавказском, и дети поставили танец на мою запись, на Абизе. И, соответственно, мне это было приятно. То есть я смотрю на это, чтобы завтра могли дети поставить на мою работу, на мою запись, какой-то танец, или куда-то она пригодилась. Каждое новое исполнение Руслана Качиева – событие. В его музыке народные мотивы и современность созвучны друг другу. Многие исполняемые им произведения являются песнями. Как историко-героическое произведение Гополаву. Смелый герой был заступником бедных. Сам, будучи сиротой и перенесший много горя, он боролся против несправедливости. Пронзенный девятью кинжалами истерзанный Гополаву, сражается и погибает. Прочувствовав эту историю, Руслан Качиев выразил это в своем исполнении, нашедшем отклик в душах людей. Руслан Качиев А что нужно сделать для того, чтобы это запало в душу? Чтобы это запало в душу, наверное, надо вложить душу. Мне так кажется. Любовь к музыке проявилась в раннем детстве. Семилетним мальчиком попросил маму купить маленькую гармонь. Учился сам, интуитивно. Поначалу стесняясь, но детская душа тянулась к музыке. Вместе со взрослением росло и мастерство. И сегодня Руслан возрождает забытые мелодии. Своей музыкой дарит людям радость, вселяет надежду. Руслан Качиев Руслан Качиев Руслан Качиев Талантливый человек талантлив во всем. Особенное место в творчестве Руслана Качиева занимает пение. Его песни о добре, о родной земле, матери, детях. В них вечные ценности. Они заставляют остановиться на мгновение, задуматься о жизни. Его песни на стихи и музыку Рустама Тамбиева, Миру Мара Качиева, Лидии Батчаевой. Многие произведения собственного сочинения. Они также полюбились жителям республики. Вклад Руслана Качиева в возрождение и развитие карачаевской культуры неоценим. Заново открывая мелодии предков, музыкант дарит людям чувство сопричастности к вечному. Шерифат Левшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.